Всем большой привет! Меня зовут Татьяна и сегодня я хочу поговорить с вами о Квентине Бише и о его парфюмах. Квинтин Биш это один из самых популярных и обсуждаемых сейчас парфюмеров. Каждое его новое творение всегда рассматривается под лупой и обсуждается очень сильно в прессе. Все блогеры хотят сразу послушать, что же такого новенького вышло у Квентина Биша. И сегодня я хотела бы с вами обсудить те парфюмы, которые лично я слушала, с которыми я знакома. Немного поговорим о биографии Квентина, о том, как он стал парфюмером. И я еще хочу рассказать вам про парфюмы, которые я не слушала, но с которыми я очень хочу познакомиться. Естественно, я не смогу рассказать вам про все ароматы Квентина, потому что на фрагрантике у него 157 ароматов значатся. Это очень много, но я, когда буду рассказывать про какой-то бренд, с которым работал Квентин, буду вам еще вставлять картинки других ароматов, которые он делал для этого бренда. Квентин Биш родился в 1983 году в Страсбурге на северо-востоке Франции. Когда ему было 5 лет, его семья на 2 года переехала в Лондон, но потом они вернулись снова во Францию. И сейчас, я так понимаю, Квентин также обитает во Франции. Я когда искала информацию, я прочитала и посмотрела несколько интервью с Квентином, и он везде рассказывает, что он очень хорошо помнит парфюмерию своих родителей. И в одном из интервью он даже подчеркнул, что он буквально родился в аромате Шалимар, потому что во время родов его мама держала этот флакон рядом на полочке. Ну, тут видно, уже, знаете, сама судьба ему предрешила быть парфюмером. Также в одном из интервью я читала, что Квентин часто связывает людей своего окружения с парфюмами, которые они носят. Например, известная история, но вдруг кто-то не знает, я вам расскажу, что когда он пошел учиться в среднюю школу, в первый же день учительница зашла в класс, и он был поражен ароматом, который от нее исходил. И прямо же в первый же день он после всех уроков подошел к ней и спросил, что же это у нее за такой прекрасный аромат. Но она как-то странно отреагировала на этот вопрос, не ответила, и он немножко смутился, больше ее не беспокоил по этому поводу. Но каждый раз, когда он видел ее в другие дни, его постоянно преследовал этот аромат. Плюс он говорит, что она много курила. И когда она подходила, раздавала какой-то раздаточный материал, тетради, какие-то листовки, всегда был такой смешанный аромат ее дыхов и чего-то сигаретного. И он рассказывал, что ему было настолько интересно, что же это за духи, что он пошел в ближайший парфюмерный магазин и просто ходил и слушал все духи, пока не нашел те самые. И это оказался опиум от YSL. В дальнейшем Квентин стал играть в такую игру, когда учительница меняла духи, то есть она пользовалась, понятно, что не одним парфюмом. Он каждый раз пытался угадать, что же это за парфюм. И уже тогда он сказал, что он понял силу парфюма, насколько же парфюм может влиять на впечатление о человеке. Вообще, как говорил сам Квентин, он уже с раннего детства был очень творческой личностью. Если во что-то погружался, то погружался с головой. И вот 8 лет он увлекся игре на фортепиано, стал ходить на уроки, учить ноты. И 2 года очень серьезно этим занимался, но потом резко бросил. Вернее, как? Он решил, что он уже все знает и перестал ходить именно на занятия. Но саму музыку он не бросил, он решил, что он уже готов писать музыку самостоятельно, подбирать какие-то ноты на слух и даже вроде как он что-то пытался сам сочинять. Ну, это по тому, что я вычитала из его интервью. Вот тут главное уже подчеркнуть его вот эту черту, что он хотел именно что-то придумывать сам. И это, насколько я понимаю, его в течение жизни постоянно сопровождает. Например, где-то в возрасте 10 лет он стал делать уже первые режиссерские постановки и делать шоу, ну, если это так можно назвать, 10 лет для своих друзей. Ему нравилось вот их чем-то поражать. Так вот, если вернуться в его школьные годы, то уже тогда, по его словам, он понял, что он очень хочет стать парфюмером. Мешала ему вот эта вот история с его такой вот творческой натурой, творческой личностью. Он узнал, что в те времена в основном парфюмеров готовили в институте, я вам напишу аббревиатуру, а по-русски это Версальский институт по подготовке парфюмеров и косметиков. Часто, когда смотришь профайл парфюмеров на фрагрантике, можно увидеть вот эту эсипца, я так ее называю, у многих парфюмеров в образовании. Но есть один момент. Для поступления в этот институт очень нужна была химия. А с химией, как говорил сам Квентин, у него были большие проблемы. Он, ну вот, не давался. Я думаю, что как раз его вот эта творческая натура ему мешала сосредоточиться на такой серьезной науке. Получается, для того, чтобы поступить в этот Версальский институт, ему нужен был именно диплом по химии. И он поступил в университет в Страсбурге, очень старался, по его словам, но осилил только один год, и через год он его бросил, он не смог учиться. То есть получается, что диплом по химии он не смог получить. Но его творческая натура не стала унывать. И в это время его приняли на факультет театроведения в Страсбурге также. И уже здесь он проучился пять лет. И в одном из интервью он рассказывал, что это было классное время. Он ставил музыкальные постановки, театральные шоу, познакомился со многими артистами театра. Тогда он собрал команду талантливых артистов и стал делать театральные музыкальные постановки. И по итогу в возрасте 24 лет у него уже было две степени магистра. Но интересно, что вот эта его школьная мечта, по сути, стать парфюмером его не отпускала. И он по-прежнему искал способы, как же можно, обойтя химию, стать парфюмером. И в это время он узнал о французской школе Givaudan. Между прочим, из этой школы очень много тоже парфюмеров, я вижу вот на фрагрантике, видно, что образование конкретно Givaudan. Надеюсь, я правильно это произношу. Я извиняюсь, я слушала, как это произнести в гугле. Ну, вроде как Givaudan это надо произносить на французский манер. Так как Квентин крутился в актерской среде, и у него было очень-очень много таких влиятельных знакомых, по секрету, как он говорит, ему рассказали про эту школу, и сказали, что только 2-3 человека в год они берут на обучение. Тогда этой школой руководил Жан Гишар, и Квентин решил написать ему в открытую письмо, так, мол, и так, я вот хочу, очень горю. И он был очень удивлен, когда его пригласили на собеседование. Жан Гишар был впечатлен напором Квентина, и его вот этой вот энергией. Он так хотел стать парфюмером, что Жан посоветовал Квентину найти себе какого-нибудь уже известного парфюмера в наставнике, и поработать у него, ну, условно говоря, в подмастериях. Чтобы, работая с реальным парфюмером, Квентин мог развивать свое обоняние, работать с реальным материалом, ну, и тренировать свою альфакторную память. Квентин этот совет воспринял буквально, и написал много писем разным парфюмерам. И тогда на его письмо откликнулся Мишель Альмайрак, между прочим, очень известный и сейчас парфюмер. Мишель сделал много ароматов для бонд номер 9, для Хлоэ, для Парлемо де Парфам. Мне, кстати, очень нравится там один, так, отойдем в сторону, очень нравится мне от Парлемо де Парфам. Gardens of India есть у них там такой аромат, но я как-нибудь об этом в другом видео расскажу. Так вот, Мишель Альмайрак предоставил Квентину Бишу возможность работать помощником его в лаборатории Роберте в Грассе. До сих пор у Квентина стоит первое место работы Роберте, и дальше уже Геводан, и все. С Мишелем Квентин проработал целый год, и по его словам, он многому научился. И самое главное, что с Мишелем Квентин прошел свои первые альфакторные тесты. После этого Квентину давали такую задачу, то есть, например, они выбирают какой-то аромат и восстанавливают его пошагово. То есть, ему нужно было воссоздать какой-то из ароматов, которые ему дали как пример. Ему нужно было прямо полностью его воссоздать, чтобы один в один получилось. Вот такие вот тренировки были там. Ну и что ж, директор школы Геводан, Жан Гишар, был настолько впечатлен напористостью Квентина, что в какой-то момент Квентину позвонили и пригласили его все-таки на обучение в Геводан. Сам Квентин говорит, что это был чуть ли не самый счастливый момент в его жизни. Вот так вот видите, со своей напористостью и со своей какой-то сумасшедшей энергетикой Квентин Биш получил шанс стать парфюмером и воплотить свою мечту. Вот всем бы у него поучиться. Я прям очень вдохновлена, конечно, этой историей. Я не знаю, насколько, конечно, здесь правда, потому что мне кажется, все-таки тут чуть-чуть что-то приукрашено. Но в целом, я думаю, его путь был плюс-минус вот таким, как он рассказывает. Ну плюс еще, я думаю, здесь сыграли, конечно, его обширные знакомства, благодаря которым он смог вообще попасть на эти собеседования и познакомиться с разными парфюмерами. Кстати, по поводу химии, потом в дальнейшем кто-то из журналистов спросил, так что Квентин, химия вообще нужна или не нужна? На что сам Квентин ответил, что с опытом он понял, что в тонких ароматах, вот в создании чего-то такого креативного химия не нужна. Ну потому что, как правило, парфюмеры работают уже с готовыми материалами. И сам Квентин сказал, что по сути вам нужен только парфюмерный спирт, который не имеет запах. Он сказал, что я больше похож на повара, смешивающего ингредиенты, чем на химика. Ну вот так он себя видит. Но, кстати, при этом он отметил, что создавать что-то современное и креативное достаточно тяжело. Сейчас вот процитирую вам. Создавать красивые духи, современные и разные, сложно. Потому что в этом случае нужно адаптировать искусство смешивания к искусству чувствовать, что будет хорошо, модно и подходит бренду. То есть, по сути, как он и любит. Это больше креативная работа, больше такая творческая работа в его представлении. Наверное, его можно назвать таким своеобразным парфюмерным дизайнером. Да, вот кто-то придумывает дизайн одежды, кто-то рисует, придумывает дизайн интерьера, а он придумывает дизайн парфюмерной композиции. Ну, это так, если условно. Ну и последняя такая интересная заметка из истории становления Квентина как парфюмера, это история про его первые духи. Первыми духами Квентина можно назвать духи для реминисценз, и называются они эссенс. Это был 2010 год, и в то время он еще работал в подмастерьях. То есть, в то время он еще даже не учился в Гевадан. В лаборатории Ребертер, естественно, кроме Мишели Альмайрака, еще были другие парфюмеры. И Квентин сдружился с Микеле Сарамиту, и в какой-то момент она подошла к нему с брифом. Это что-то типа техзадания на духи от какого-то конкретного бренда. В то время, как говорил Квентин, он потихоньку, где-то там по вечерам оставался и придумывал свои ноты какие-то, ну, какие-то свои сочетания, может, парфюмерные. И она что-то из его вот этих придумок послушала, и подошла, сказала, ты знаешь, тут вот что-то очень похожее на то, что ты сделал есть. Но, как говорит Квентин, в те времена ему было категорически запрещено работать с брифами, работать над созданием какого-то парфюма. И Микеле вроде как выдала вот это сочетание нот как свое. Эти аккорды очень понравились Микеле, и она решила показать их заказчику, и по итогу это было одобрено. Но она представила эти ноты и вообще вот эти аккорды как свои. Чуть позже Квентин уже перешел в Гиводан, он уже стал учиться в этой школе, а Микеле продолжила работать с его аккордом, дальше над этим ароматом. В результате, когда работа над ароматом была завершена, Микеле рассказала всем членам команды Remini Sands, что здесь есть и вклад Квентина Биша, и его пригласили в Париж на презентацию вот этого первого, по сути, для него парфюма. Он говорит, что это был фантастический день, и из всех ароматов, конечно, это ему запомнилось больше всего, потому что это было впервые, первый раз. Вот такая интересная история становления Квентина Биша как парфюмера. Рассказывайте, знали вы что-то из этого, не знали. А сейчас хочу перейти ко второй части видео, и давайте уже обсудим его парфюмы. Я буду идти по парфюмам по годам, буду стараться очередно сохранять. И начать хочу с невероятного флер наркотик от Ex Niila. Интересно, что этот супер хит, который очень многие любят до сих пор, и я в том числе, он создал очень рано. Он говорит, что ему тогда было 29 лет, и этот парфюм, кстати, стал финалистом конкурса Fragrance Foundation Top 5. Простите, я читаю в номинации инди парфюм того года. По словам Квентина, Ex Niila в те времена искали парфюм парижского шика, чтобы это было что-то очень модное, современное, и такое, знаете, что-то новое, какую-то новизну они искали. И в тот момент у Квентина был аккорд на основе петалий. Петалий – это розовая нота с гранями пиона и грейпфрута, в сухом состоянии, переходящая в розовую пудру. Он говорит, что эта молекула очень долго держится, и она такая очень громкая и насыщенная. Так вот, флер наркотик сделан из передозировки петалии. И Квентин сказал, что команде Ex Niila очень понравилась эта нота. Они пытались там ее немножко модифицировать, но по итогу вернулись вообще к первоначальному варианту. И вот до сегодняшнего дня этот аромат считается одним из самых популярных, и востребованных, и покупаемых. Я сама его очень люблю. У меня вот есть небольшой пробничек, но он почти уже закончился. Насколько я знаю, что есть и хейтеру этого аромата, не всем он нравится. Но вот лично у меня, знаете, с чем он ассоциируется? У меня он ассоциируется с мыльными пузырями. Но такие, знаете, с цитрусовым. То есть я, как будто это мыльные пузыри с добавлением каких-то ярких цитрусовых и белых цветов. Вот что-то в этом духе. Из белых цветов у нас здесь есть цветок апельсина и жасмин, плюс бергамот и личи, пион, вот эта молекула питалия. И это все настолько классно звучит. Не знаю, я его очень люблю. Единственное, о покупке парфюма. Меня всегда останавливает его цена. Все-таки я считаю, что это очень дорого. Но я нашла интересную альтернативу, скажем так, этому парфюму. Очень похожую, но в то же время такую более яркую, даже и более цитрусовую. Если вам интересно, то про этот аромат, который я нашла на замену, можно почитать у меня в Телеграме или есть еще у меня видео в ТикТок. Я вам оставлю ссылочки. Так что, если интересно, заходите. А что касается самого флёр наркотик, то это, конечно, супер классный летний аромат. Осенний тоже, осенью можно его носить. Очень яркий. Я, кстати, на морозе, наверное, его никогда не слушала. Вот мне даже будет интересно его послушать в холодную морозную погоду, как он будет звучать. Мне кажется, что-то будет другое. Но давайте двигаться дальше, а то тут еще много, про что можно поговорить. А мы переходим к 2016 году. И здесь Квентин создал свою тоже легендарную синюю туфельку. Называется Good Girl от Carolina Herrera. Над этим ароматом Квентин работал в паре с Луизой Тёрнер. И у меня на этой туфле вот есть пробничек. Я тоже с ним знакома, с этим ароматом. И, как по мне, она самая лучшая из всех. Вот мне как-то больше всего нравится вот это оригинальное звучание. Я, конечно, не буду сейчас послушать все ароматы. Я их помню. Он, конечно, очень сладкий. Это что-то супер сладкое. У этого аромата, кстати, огромная пирамида. Я вам сейчас ее покажу. Здесь просто и миндаль, и кофе, и какао, и бобы тонка, тубероза, жасмин. В общем, тут много всего. Посмотрите сами. И кедр даже в базе есть. Но на самом деле вот чего-то кофейного я в этом аромате не слышу. Для меня он все-таки именно такой миндально-сладко-цитрусовый. Ну, болгарскую розу, да. Болгарская роза здесь еще слышна. У этой синей туфельки, конечно, тоже очень противоречивые отзывы. Я в целом против этого аромата ничего не имею. Мне он нравится, но сама я его не ношу. Ну, и, конечно, дизайн флакона. Мне здесь не очень нравится. Вообще все эти флаконы от Каролины Эреры, Жан-Поль Готье. Они достаточно специфические. Но у них есть тоже свой почитатель. Почему бы как бы и нет. Сладенький такой. Мне кажется, он больше тоже на более прохладную погоду. Потому что летом немножко он поддушивать может. И еще пока остановимся на 2016 году. В 2016 году Квентин Биш начал сотрудничать с брендом Марк-Антуан Баруа. И в этом году появился аромат B683. У меня есть тоже пробничек. И я этот аромат называю старшим братом или прародителем, предком, можно так сказать, всем известного Ганимеда. Ну, и Буа Империаля тоже. Они все из одной оперы, скажем так. Единственное, для меня B683 самый мужской из всех. То есть здесь вот такой явный мужской профиль. Вот мне нравится слушать этот аромат. Ну, конечно, я бы на себе такое не носила. Здесь также большая пирамида. Черный перец, красный перец чили, мускатный орех, шафран. Ну, в общем, вы можете сами увидеть. Дубовый мох. В целом, мне, конечно, интересно было познакомиться с этим ароматом. Но, как я говорила, я бы в себе не покупала целый флакон. Как-то Ганимед тот же самый мне нравится больше. 2017 год. И здесь у нас самым ярким ароматом, я считаю, этого года является Делина от Parfums de Marley. Вот с этим ароматом я до сих пор, честно говоря, не познакомилась. Как-то у меня просто до него руки не дошли. Этот аромат посвящен турецкой розе. Я, кстати, смотрю, что в пирамиде здесь тоже есть Питалия. И у этого аромата очень много почитателей. Очень много кому он нравится. Кто-то даже сравнивает его с Fleur Narcotic, но многие пишут, что нет. Все-таки он достаточно сильно отличается от Fleur Narcotic. Я еще раз скажу, я не знакома. Я обязательно познакомлюсь и где-то в Телеграме, или, может, в ТикТоке, или, может, даже здесь на Ютюбе поделюсь своим мнением с этим ароматом. Он у меня стоит в хотелках. И еще один аромат, с которым я не знакома, но который очень хочу послушать. И мне кажется, что он мне очень понравится. Это аромат 2018 уже года. Ванклифф Нероли Амара. Очень многие его тоже любят. И я читала, что это что-то среднее между Fleur Narcotic и Найс Бергамот от Essential Parfums. Найс Бергамот делал другой парфюмер, не Квентин. Но, судя по всему, Нероли Амара на него чем-то похож. По описанию мне этот аромат должен очень понравиться. Я его ловлю. Он у нас на Натина в Польше продается. Но пока что он sold out. Нету его нигде. Не могу нигде пока его купить. Вот прям хотелось бы его послушать, познакомиться с ним. В 19-м и 20-м годах вышло также несколько культовых ароматов. В 19-м году появился ганимет бренда Marc Antoine Bourouin. Я немножко его уже упоминала. А в 20-м году появился также всеми любимый Bois Imperial от Essential Parfums. Многие сравнивают эти ароматы, говорят, что они очень похожи. Я в целом согласна. У меня есть и оригинальный пробник ганимеда, и еще там несколько от Левантов. И Bois Imperial я уже послушала. Единственное, я бы сказала, что Bois Imperial, если с французского перевести, это имперский лес. Он действительно больше похож на лес. Если взять ганимед, ну вот многие его за это ругают, хотя мне кажется, это его фишка. Вот сразу у ганимеда, у него такая какая-то стальная нотка есть, а потом, чуть-чуть попозже, когда это все усаживается, я слышу глянцевую страницу. Когда вы покупаете какое-то свежее печатное издание, журнал, да, например, Эль, какие там сейчас журналы, вот оно похоже очень пахнет. Ну, кстати, у меня мои пробники немножко постояли, и даже какая-то мелкая-мелкая сладость появилась в ганимеде, хотя в целом, как бы изначально там такого ничего нет. Но вот мне нравится. Для меня ганимед, он такой, как будто более безжизненный, более стальной, металлический, как сказать, как будто аромат для робота, аромат, созданный искусственным интеллектом. Но в этом его вся фишка. И это очень прикольно, очень оригинально. И с 2019 года до сих пор этот аромат популярен. Что же касается Буа Империар, я его сейчас тоже пшикну. То вот он на старте чуть-чуть похож на ганимед, но дальше в нем проявляется мшистость, такая землистость. И вот его лесная часть, она более ярко здесь начинает выползать со временем, с тем, как раскрывается аромат. Вот реально, особенно, когда слушаешь ганимед с бумаги, ну просто аромат глянцевых страниц, и все. На коже у меня чуть-чуть по-другому он раскрывается, но я не буду сейчас пшикать, потому что у меня здесь еще много про что есть вам рассказать. А вот Буа Империар в какой-то момент прям такой мох там проявляется, прям такая мокрая земля и мшистость появляется. Очень интересно. Вот по описанию никогда я не скажу, что эти ароматы похожие, но когда их слушаешь, у них есть что-то общее. Но, как говорят, что они прям идентичны, то нет. Ну, нет. Они разные. Похожие у них, скажем так, одно направление. Они идут в одном направлении, у них общий профиль, но они разные. Особенно в базе, особенно база у них разная. И, кстати, в 2019 году вышел еще один аромат от Квентина Биша, с которым я хочу познакомиться, но я его еще не слышала. И он из этой же истории, скажем так, называется аромат Цедрус от бренда Хлоя. Это их бутиковая линейка. У нас в Польше, кстати, этот аромат продается сейчас в Сифоре. Я уже намылилась пойти послушать, но не дошла. Вот схожу, послушаю и тоже где-нибудь про него расскажу. Здесь тоже народ пишет, что это что-то общее с Ганимедом, с Буа Империалем, но как бы здесь на первый план выходит больше древесность, мох, дерево. Я почитала про него отзывы, и на фрагрантике пишут, что это аромат чистой белой рубашки, чистого горного воздуха, свежесрубленных деревьев. Ну вот, в общем, что-то такое. А, и, кстати, еще кто-то написал, что вот этот Цедрус, это как будто Ганимед, но созданный для женщины. Вот не знаю, я его не слушала, я, честно говоря, совсем недавно про него узнала. И перед этим видео не успела сходить его послушать, но я обязательно это сделаю в ближайшее время и где-нибудь вам про него в последствии расскажу. 21-й год. Здесь я хочу поговорить про аромат от бренда Мейзен Кривели, для которого Квентин Биш уже сделал целых 4 аромата. Я вам их покажу. И этот аромат называется Гибискус Махаджа. Он очень популярный, его очень многие любят. И я, когда смотрю многие подборки парфюмерных блогеров, он у многих вот в любимчиков-любимчиках ходит. У меня есть 8,5 мл этого аромата. И, честно говоря, я немного в шоке. Звучание ароматов этого бренда, потому что у меня еще есть второй, я чуть попозже про него расскажу, оно как будто отличается от звучания других ароматов Квентина с другими брендами, когда он работал. Вот здесь такое впечатление, что он выкрутил звучание аромата просто на максимум. Здесь настолько сладкий аромат. Я его даже не пшикаю, потому что я слышу прекрасно его вот так. Если я его сейчас нанесу, то он заполнит просто всю комнату, и я больше ничего, никаких других ароматов не услышу. Если там какие-то ганиметы, буампериали, они как будто прозрачные, да, для кого-то они тоже громкие. Но, как по мне, их не назовешь сумасшедшими яркими и убойными. То здесь вообще другая история. Этот аромат тоже посвящен розе. Здесь у нас идет гибискус, роза, ваниль, лист черной смородины, кожа, перечная мята, амбретто и корица. Я, честно, кожу здесь я не слышу. Я слышу просто что-то сумасшедшее сладкое. Я бы даже сказала, что это что-то фанту какую-то напоминает. Ну, такую вот мимолетную, не совсем фанта. Ну, вот оно настолько яркое и сильное, что если вы не любите сладкие ароматы, то вам не понравится. Я, честно говоря, так пока с ним не подружилась, для меня он так скорее нет, чем да. Сильноват он для меня, вот очень сильный. Но если вы любите яркие, сладкие, супершлейфовые ароматы, между прочим, синяя туфля просто рядом не стояла по сравнению с этим ароматом. Он намного ярче туфелек, всех туфелек, которых я слышала. И он очень стойкий. Вообще, ароматы Мейзен Кривели невероятно стойкие. Сладкие ароматы не всегда стойкие. Этот же будете выслышать целый день. Поэтому надо наносить совсем пару пшиков, иначе, ну, просто задыхаться можно от него. Я надеюсь, что осенью, когда будет прохладно, я смогу его поносить немножко. Потому что пока летом он для меня сумасшедший просто, вот реально. Перейдем к 22-му году. Я не могла обойти стороной еще один аромат от Квентина Биша для марки Марк Антуан Беруа. Это также очень любимый многими энцелад. У меня есть пробничек. Но, наверное, лично для меня из всей линейки этот мне нравится меньше всех. Потому что я периодически здесь слышу соленые огурцы. Хотя аромат больше про что-то кожное, дымное, сигаретное, древесное. Но вот нотки солененького чего-то, каких-то консервированных огурцов мне иногда проскальзывают. И я знаю, что есть почитатели его. Я даже читала, что кому-то он даже сладко-сигаретный. Ну да, что-то такое я тоже слышу, но я не могу назвать его сладким. И конкретно для себя не могу сказать, что прям вот он мне нравится. Поэтому интересно, конечно, но не для меня. И, кстати, в 22-м году Квентин Биш сотрудничал с брендом Дрис Ван Ноттон. Этот бренд в основном производит одежду, но у них есть еще и парфюмерная линейка. И в последнее время их ароматы очень стали вируситься. У них невероятно красивая упаковка. Ну и стоимость ароматов, конечно, тоже. Но в 22-м году Квентин сделал для них два аромата. Но мне интересен именно Флёр Думаль. Судя по описаниям, здесь мы услышим персик в перемешку с кожей. Вот я бы хотела с этим ароматом познакомиться. Мне кажется, мне такой понравится. Очень много тоже положительных отзывов на него я уже слышала. Если у меня получится, то, может быть, набор сэмплов я где-то достану и послушаю его. Потому что, вот, мне кажется, это тоже что-то мое. И какой-то такой аромат осенний. Причем я слышала, что там конкретно на старте слышен персик. Вот. Очень интересно. Если вдруг кто знаком с ним, напишите в комментариях, как вам. И сейчас поговорим уже про современные ароматы, которые в последнее время вышли у Квентина. Хочу начать с Жан-Поль Готье. Вообще, у Квентина с Жан-Поль Готье очень большое сотрудничество. Огромное какое-то количество ароматов он для них делал. Но я остановлюсь на Готье Дивайн. Флакончик здесь у нас в виде такого женского бюста золотого. Очень запоминающегося. И я очень хотела его послушать. Вот у меня есть сэмпл. И, к сожалению, этот аромат мне не понравился. Как-то я его не поняла. Кстати, в 2024 году уже вышел. Я видела, у нас уже в Дагласе продается. У Готье Дивайн вышел обновленная версия этого же аромата. Называется Готье Дивайн Ле Парфам. В Дагласе почему-то написано, что это версия Intense. Хотя на фрагрантике этого не написано. В общем, я не знаю, как точно его название. Также он в виде такого же бюста. Но немножко чуть-чуть более золотая упаковка. Вообще они не сильно отличаются визуально друг от друга. Но вот в новой версии там есть очень интересная солнечная нота. И вот ради нее я бы, конечно, хотела послушать тот уже новый аромат. Но, судя по всему, не сильно он отличается от версии 2023 года. Потому что я почитала комментарии, народ пишет, что ну как бы чуть-чуть он поярче просто. А так практически то же самое. Вот. Если я до Дагласа дойду, то он может послушаю. Кстати, вернемся ненадолго к туфельке. В 2023 году вышла версия Good Girl Blush от Каролина Эрера. Розовая туфелька. И в 2024 вышел Эликсир. И мне розовые тухли не нравятся совсем. Они мне даже чем-то похожи вот с этим Готье Дивайн. Но у Готье такая более травянистая история. Он чуть-чуть больше в какую-то травку уходит. А здесь Тубероза. И я долго не могла понять, что мне вот эти ароматы розовых туфель напоминают. Сейчас перейдем. Есть аромат от Мейзен Кривели. Я вам рассказывала, что в 2021 году вышел его популярный хибискус Махаджа. Сладкий. А в 2024 году Квентин выпустил вместе с Мейзен Кривели еще один аромат. Который уже признан каким-то одним из лучших ароматов этого лета. По версии там кого-то из парфюмерных критиков. Называется он Туберос Астрал. Я у себя, кстати, на канале про него уже рассказывала в одном из предыдущих видео. И я вам сказала, что он мне очень не понравился. Для меня эта парфюмерная композиция оказалась просто невыносимой. И вот эта розовая туфля, особенно в версии Эликсир и Готье Дивайн, они оба мне напоминают вот эту Туберос Астрал. Но Тубероса, вот эта, она, как и предыдущие гибискус Махаджа, ее звучание выкручено на, не знаю, на тысячу процентов. А туфельки, они такие, знаете, тихие по сравнению с вот этим. Получается, что туфли это где-то звучание на 30 процентов. А Туберос Астрал это 100 процентов. И она настолько яркая, звонкая и тяжелая для меня эта композиция, что я не могу ее носить. Вот я даже просто открываю флакон и я слышу вот эту какую-то сумасшедшую ядреную Туберосу вместе с... Даже я не скажу, что это цветы. Для меня это какая-то алкогольная трава. Даже иногда я здесь, если честно, слышу перловую кашу. Хотя, у кого я не спрашиваю, никто ее не слышит. Это просто чисто мое такое восприятие. Я знаю, что кто-то еще слышит здесь прополис, вот для таблетки для рассасывания при боли в горле. Вот, но оно настолько сильное, настолько тяжелое, что здесь есть и сладость, и травянистость. И вот это какая-то вот, ну вот знаете, водкой немножко тоже, вот слышу запах водки. Вот я слышу это так. Мне совсем не нравится этот аромат. Но я знаю, что многим он нравится, поэтому его нужно слушать. Я думаю, что это конкретно мое такое восприятие, и это не нравится конкретно мне, что-то вот мой нос улавливает там. Но у этих ароматов много почитателей, поэтому рекомендую все-таки их именно сходить и послушать, и уже самим решить, нравится вам такое или нет. У меня осталось последние три аромата, про которые я хочу вам сегодня рассказать. И два из них это Amouage Guidance. В 23-м году вышла первая версия Amouage Guidance, а в 24-м вышла версия Guidance 46. Цифра 46 обозначает здесь 46% душистых масел. Я, кстати, хочу вам зачитать из статьи на фрагрантике небольшой заголовочек про этот аромат. Техническая проблема при создании этого аромата состояла в том, что 46% душистых масел – это чрезвычайно высокая концентрация для спиртового парфюма. Потому что больше масел, меньше спирта. А смесь, содержащая меньше этанола, обязательно будет менее диффузной. То есть, меньше будет вот этого шлейфа и стойкости. Вот. Поэтому парфюмеру потребовалось использовать все свое мастерство, чтобы, играя с пропорциями, вернуть обогащенной и более роскошной формуле утонченный прозрачный шлейф у De Parfum. В общем, Квинтину пришлось использовать все свои знания и умения, чтобы добиться такого же яркого звучания в аромате новом Amoage Guidance 46. Какая-то космическая стоимость у Amoage. Я не знаю, за что такие деньги. Но лично я не очень полюбила эти ароматы. Настолько у многих людей они являются любимчиками, что я когда заказывала пробники, боялась, думаю, вот мне сейчас понравится, и что я буду делать. Потому что это стоит нереальных денег. Особенно Amoage Guidance 46, он еще дороже. Ну, если сравнивать, то новая версия мне нравится больше. Она помягче, она более сливочная. И в целом этот аромат для меня это такой, знаете, чай каркаде. Вот что-то в этом духе. Но и там, и там есть нота орехов. Вот эти орехи, я прям их слышу, и мне вот что-то не нравится. Вот бывает, ты слушаешь аромат, и одна маленькая нотка тебя в нем бесит. И вот в этом аромате мне не нравится, есть звучание орехов. В первой версии у нас, кстати, идет фундук, а в версии 46 миндаль. И вот в новой версии орехи чуть-чуть помягче. То есть миндаль мне как-то вот менее слышен, и мне больше нравится. Но в целом вот вся композиция как будто, ну, во-первых, она более осенняя, не знаю, я еще послушаю ее осенью в какой-то более холодной погоде, потому что летом совсем вообще мне не нравилось. Сейчас, сейчас я немножко к ней привыкла, но вот сказать, что я прям влюблена, я не могу. Ну да, ну приятно, такой вкусненький чаек каркаде. Я думаю, что я с ними еще немножко поиграюсь, попытаюсь разносить, но на этом думаю, что все. Ну и в самом конце, спасибо тем, кто досидел до конца, досмотрел это видео до конца. Я хочу рассказать про мой самый любимый аромат у Квентина Биша. И это новинка 24-го года от Марк Антуан Бура. Тилия, если вы смотрели мои видео предыдущие, то я думаю, вы догадались. Этот аромат просто настолько меня покорил, что я просто хожу и поливаюсь им все лето. Очень вкусная липа, липа, мед. Причем, знаете, здесь липа, она такая прям липа. Как бы странно это ни звучало, но я слышу липовый цвет. Она немножко такая здесь, как будто создана искусственным интеллектом. Вот как ганимент, знаете, он такой какой-то вот нереальный, космический немножко, какой-то вот искусственный. У Тилии тоже это немножко прослеживается, но здесь все-таки эта липа, она более явная и более вот ты можешь понять, что ты слышишь. Хотя, например, я слышала отзывы от людей, у кого холодная кожа, что на них этот аромат плохо раскрывается и они не слышат липу. Я не знаю, какая конкретно у меня кожа, потому что мне казалось, что у меня тоже холодная. Но видно сейчас летом и как бы в целом у меня руки уже сейчас не холодные. У меня в основном холодная кожа больше зимой. И на мне он хорошо раскрывается и я слышу его целый день. Причем кому-то в базе Тилия даже флюор наркотик отдает. Мне нет. Я не слышу совершенно флюор наркотик в Тилии. Я слышу все время липовый цвет, мед, вот этот липовый чай. Даже в базе мне прекрасно слышатся конкретно вот эти ноты. Я бы даже сказала, что для меня она немного монотонная. То есть я все время практически на протяжении всего звучания слышу одно и то же. Вначале она просто более яркая, а потом она усаживается и такая легкая липа мне слышна. Вот. Но я очень полюбила этот аромат. Я даже могу его пшикнуть. И это, наверное, единственный аромат из всех от Квентина Биша, который я полюбила прям с первого пшика. Потому что, например, ганимет я разнашивала. И мне кажется, что я его разнашиваю до сих пор. Но сейчас он мне прям стал нравиться. Я прям вот чувствую, что осенью прям будет тянуться к нему рука. Буа империаль, вот та же история. Атилия и флюор наркотик. Да, вот они обе. Моя любовь. Длинное видео, конечно, у меня получилось. Но я надеюсь, вам было интересно. И мне будет интересно послушать про ваш любимый аромат от Квентина. А я уже буду заканчивать. Жду ваши комментарии, ваши лайки. И обязательно увидимся с вами в следующих видео. Пока!